Это, можно сказать, дорога Ариапагита, так называют. Направляемся к Акрополю. Ариапаг. Если она была, я вам покажу с высоты Акрополя. Это бальфин. Скоро장. З falera, за коктей, Вильящён raise. Они были, как правило? Давай отсюда. В vestedakhополючики ни с чтаго останутся на пしょうки. В лето? Афины. Афины. Так-то он белый. Да. И над вершинами Афины изгнанникрая пролетал. Озии. Звучит. Звучит. Самому не могу не potential. Опоздало. Вот это я помню место. Пока что не наездные точки, но уже на скале отрепаны. Будучи на вершине, мы с вами как будто бы побегаем во всех уголочках этого огромного города Афины. Но, в данный момент, мы с вами будем искать памятника своего папа. Это холм Мух по-другому еще называли. Это холм до 647 метров на городе моря. Памятник – это римский пластилин, который в городах спрашивают, как же сидят. Представляете, что есть такого же цвета, под цвет мрамора? И, конечно, здесь проходит знаменитый афинский фестиваль. Он проходит здесь. И еще я вам покажу холм Лейковитос. Там тоже есть театр. Вот в этом театре и на холм Лейковитос проходят афинские фестиваль театры. Здесь выступали Плащито... Доминго. Доминго. Ромик Лемминг. Хоше Фарераш. Можират Хабанье. Мария Калас. Сопрано. Значит, Барышников танцевал. Луиев. Маятлесецкая. Вообще, все, кто... Ну, потихонечку все преобразовалось. В 7 веке до нашей эры афиняне взяли моду себя прозвать. А это, конечно же, друзья, непорядок, когда свободно рожденный человек и вдруг становится рабом. И появилась, конечно же, не входит очень суровое, наверное, свежее выражение драконовой меры. Да, действительно, по его закону, скажем, Саргаут, это площадка, видите, площадка, есть как бы ступенечки, на которые установился, да, выступающий, называется Пмико. Так вот, салон, дорогие друзья, напишет законодательство, очень удачное. И первым его, например, это место дальше, значит, произносят гимн и затем возвращаются. А вечером они, опять же, придут, чтобы сна спустить. Миниатюра. Так от мрамора скоро ничего не останется, все будет торопить. У них, конечно, мало вписывается в этот пейзаж. Подели бы уже средневековые хотя бы, древнегреческие одежды. Вот я и говорю, не вписывается вообще. Это одежда НАТО. Страшная. А я НАТО. НАТОвская. Гермеса. 12 подвигов, 24 Метупа, 12 подвигов Тесея, 12 подвигов Геракла. Так, значит, это... Значит, это... Так, вот он здесь у меня есть. То есть, потом еще можете подойти к стерео... Это уже ионический стиль колонны. Дорический стиль, ионический стиль колонны. Но, вы видите, это не монолит, это из вот таких вот отдельных барабанов. А на стыке там в середине отверстие и дерево, стержень из дерева. Вот это левая сторона. Три дореческие колонны. И также с правой стороны. То есть, это пропилей, как будто бы крылья мел. Вбирают паломников, да? Вот-вот упадет. Вот-вот упадет. Парфенон. Значит, и... Ну давайте подойдем поближе к нему. И оттуда я уже буду, не трогая вас, не переходя. А уже переходить между... И, кстати... Есть иначе... Здесь. Задумка из Минидия, я не сказала, что Тарапинеев – это скульптор «Мисикл». А храм Никки – это «Кавикрат», ученик как раз в СИДе. Подпоется, он так итак сделал, станции и пишет. Из Донгкан стояло. Северная часть, западная, восточная. Легкие, изящные. Электрический фрамор. Видите, антаблемент, верхняя часть, он более серый. Все остальное, это пиндалийский мрамор. И вот, вы видите, шестая колонна с той стороны. Она такого цвета. Вот ее и последний джин. Даже пришлось... Можно... Вечный город Афины. Вечный город Афины. Я здесь иду. Да, 15 лет я здесь был. с той стороны Новый музей, которого еще нет Охраняет Все в ошейне Театр здесь хорошо Видим, театр-школа Ох, как красиво Ты моя хорошая Афиняночка Красивая Очень красивая Афиняночка Спасирует, да